Здорово, пацаны! Всем привет! Я нахожусь на Куштокосе, на Калининградской области. Сегодня 17 сентября. Дует свежий морской ветер. Но это не бриз, это уже что-то близко к какому-то небольшому шторму. И я пришел на одно место, которое меня очень интересовало. Я хотел его увидеть воочию. И я хочу вам показать самую восточную немецкую батарею береговую. Батарея Рауль. Прошу. Вот она. Круто, да? Вообще блестяк. Тут какие-то реконструкторы пушку вон там починили. На самом деле тут стояли пушки Крупа. Не знаю, какой там калибр. Не помню, как называется. Что-то 17, что-то такое. Фугасными там снарядами лупили. Ну, тут много чего засыпано. На самом деле тут видно, что это крепкий немецкий бетон. Тот самый славный бетон, который хрен размолотишь. Немецкая морка. Много пушечка. Ну, здесь мелковатые снаряды. Типа вот такие. Во! Забиваем снаряд. Опа! Нацеливаем. Вот как раз стоит корабль. Я не знаю, видно будет. Сейчас попробую установить пушку. Тут такие колесные пары. Там. Прицел 105 прямой наводкой. Как-то так. Серьезная такая штука. Что у нас тут еще есть? Такие тут фичи. Казематы. Там стопудово были какие-то снарядики. Туда вниз. Спускаться я не буду. Фонарь с собой не взял. Ну, там, короче, подземные катакомбы. Вот такие вот дела на Балтике, пацаны. Месяц сентябрь. Ветри. Ветрище. Ветрище. Я сейчас на Курской косе. И у меня сегодня был очень насыщенный день. Я как безумный носился по берегу моря. Снимал какие-то безумные ролики. Устал. И иду такой обратно. Короче, в поселок морской. Пить хочу вообще дико. Дико. Зашел в магазин. Дай водички куплю. А потом смотрю, короче. Вот такая бутылка продается. Я думаю, дай-ка я куплю ее. Ну, вот купил такой и охраневая вот сижу. Это какая-то морда дикая на меня. Вообще. Наверное, если это пиво выпить, вот с такой рожей будешь ходить. Это пиво, кстати. Это не водка, не вино. Это пиво. Называется пиво канапинис. Вообще, что канапис. Канапинис. Одну букву поменяйте, будет канабибис. Или канабинис. Короче, типа того. Изготовлено оно в Литве. Это литовское пиво. Градусов там 5,3. Размер 1 литр. Не знаю, никогда не видел ничего подобного. Вот сейчас, думаю, надо продегустировать. Потому что стоит, кстати, 300 рублей. Вот эта литровая бутылка, это стекло. Вот это вот, литовское пиво. Может быть, завтра еще какую-нибудь другую куплю. Я там еще одну приметил. Тоже литровая. Но там градусов поменьше было. Там 4 с чем-то. Это 5,3. Но это ни в какое сравнение не идет с нашей любимой Балтикой номер 9. Которую все любят, уважают. Все прекрасно знают, как Балтика 9 снимает похмелье. А вот это вот я не знаю. Может быть, оно не снимает похмелье. Его поэтому столько много надо выдать. Как-то так. Вот сейчас продегустирую. Открывается эта бутылка. Весьма интересно. У нее такая штучка есть. Берешь, открываешь. Типа того, что можно туда залить еще какой-нибудь херни. И потом также закрыть. Раньше в СССР такие пробочки продавались. Опа! Звук, звук слышали? Офигенно! Открылась почти как шампанское. Сразу солод. Солод. Да, кстати, прям солодовый такой запах. Стекло толстое, коричневое, непрозрачное. Можно подумать, что это темное пиво. Сейчас наливаю. Наливаю по правилам. Типа, чтобы пены было мало. И чтоб стакан наполнился. Типа того. Типа того. Опа! Типа. Ганапинис! Ганапинис! Ну? Вот, блин, отчем тот отдает. Блин, по-моему, это какое-то нефильтрованное пиво. Сто пудово. Вот нефильтрованное пиво, у него специфический такой запах. Как бы, что-то какая-то как брашка отдает, что ли. В общем, на вкус. На вкус, вы знаете, ничего так. Или, может, я просто пить хочу сильно. Определенно, определенно прикольное пиво. Чем-то похоже на пилсмир чешский. Сто пудово. Вот этот привкус. Солода такого. Как бы, чуть-чуть такого. То ли, блин, жарят они его там, что ли. Не знаю. В общем, канапинис вот такой. У нас с вот такой рожей. Пацаны, покупайте канапинис. И курите канапинис. Запивайте канапинис канапинисом, у вас все будет супер гуд. Канапинис, это хорошо, конечно. Но старый Кенигсберг по-любому лучше. Отличный, отличный, отличный коньяк, старый Кенигсберг. Семь лет выдержки. Вчера приобрел в магазине. Думаю, ну как так-то. Все-таки в Калининградской области нахожусь. Думаю, где ж тут коньяк этот продают. И нашел я в одном магазине именно старый Кенигсберг с 7-летней выдержкой. Я вчера... Вот тут даже стеклянное клеймо, тут все дела, короче. Пьется вообще изумительно. Да. Я вчера вот, блин, ну сколько, ну вот столько вот я приходовал. Проснулся. Ни голова не болит, ничего. А вот, блин, сразу вот выпиваешь тепло такое по венам. И пьется хорошо, вообще незаметно, непротивно. Очень хороший коньяк, старый Кенигсберг. Вообще отлично. В Калининграде умеют делать. Так что старый Кенигсберг и пиво Канапинес сделали мою поездку. Всем мир, пацаны!